Это комбинация ударов. Теперь ты увидишь разницу. Сначала ты слишком разгоняешься. То есть покрываешь слишком большую дистанцию. Поэтому во время удара центр тяжести движется вперед. И от этого сильно страдает форма удара. Ты отходишь назад, потому что тело слишком сильно отклонилось. Это называется блокирующий удар. Когда ты пытаешься пройти сквозь что-то, когда пытаешься повредить удар, тебя отбрасывает назад. Это не надо делать в комбинации. Видишь, теперь тебя тянет туда. То есть сначала надо действовать быстро. А теперь все нормально. Ты просто обгоняешь сам себя, понимаешь? Смотри, медленно. Линия тела всегда там, несмотря на такую дальность. Понимаешь, о чем я? Ты как бы остаешься сзади, хотя двигаешься вперед. Очень просто. Раз и два. Очень просто. Вот так. Отлично. Когда научился, все просто. Два и три. Теперь ты лучше держишься. Больше думаешь о раз, два, три. Но не думай сразу про три. Теперь лучше. И в конце. Видишь? Надо было всего лишь выбрасывать ногу, шагать и скользить. Вот так. Теперь ты себя не обгоняешь. Теперь все верно. Вот так. Раз, два и три. Хорошо. Раз, два, три. Хорошо. Теперь все правильно. Ты себя не обгоняешь. Раз, два, три. Хорошо. Хорошо. А теперь последний, хотя ты немного не удержал равновесие. Надо возвращать ногу назад, ты слишком далеко ее выбрасываешь. Давай назад. Назад, назад, назад. Удар, а потом ставишь. Удар, а потом ставишь, как только сможешь. Смотри еще раз. Понял? Это было просто движение рукой, смотрите. Только рука и плечо. Плечо тоже было напряжено. Оно напряжено. Опоздал. Найди отличие. Теперь действовала нога. Совсем немного. Плечи слишком напряжены. Запомни, сначала идет только рука и плечо. А теперь рука. В последний раз было хорошо и быстро. Посмотрим, получится ли. А теперь другой. Нога тоже должна немного участвовать. Рука и нога. Довольно неплохо. Смотри, думаю, когда я тебя атакую, у тебя напрягается плечо. Думаю, когда я тебя атакую, у тебя напрягается плечо. Когда ты реагируешь, ты слишком сильно себя напрягаешь, понимаешь? Надо просто реагировать и бить. Используй только руки. Используй только руки, как я сказал. Видишь, когда двигается рука и нога, это огромная разница. В начале надо быть немного расслабленней. Вот так, вот так, друг мой. Хорошо. Очень хорошо. Слишком напряжен. Смотри. Хорошо. Вот это можно показать в фильме. Ударь, когда он будет к тебе подлетать. Попробую. Ты его толкаешь. Джим, ударь по мешку с бобами. Отправь сосунка на тот свет. Хорошо, отлично. Ты должен быть гармоничен. Как это? Нет, я хочу быть гармоничен. Ты опять бьешь немного в бок. Бей прямо. Хорошо, не убегай, а развернись, когда закончишь. Постарайся быть к нему лицом. Хорошо. А теперь ударь, когда он вернется. Сейчас нога в конечном положении. Импульс, она немного подрагивает. Смотри. Это не какая-то определенная прямая линия. Хорошо, отличная реакция. Хорошо, ты расслаблен. Я вижу, как у тебя болтаются руки. Удар. Три фактора в атаке. Прекрасное чувство времени. Идеальная оценка дистанции. Правильное применение ритма. Еще раз. Отлично. Отлично. Действительно быстро. Главное, это исходное положение. Это исходное положение. Начальное движение должно быть быстрым. Но когда движение закончено, надо вернуться обратно как можно быстрее. При ударе ногой движение должно, первое, способствовать быстрому возврату, второе, быть способным покрыть дистанцию быстро, экономно и точно, третье, содержать элемент внезапности, подловить соперника физически и психологически, четвертое, наноситься с огромной скоростью, силой и решимостью с самого начала, пятое, использовать максимальный предел досягаемости до цели. То есть надо быть быстрым от начала и до конца. Ты поймешь это на ударе с разворота. Немного не так, но это хороший урок. Теперь ты хорошо контролируешь движение, но слишком много думаешь об исполнении, поэтому очень напряжен. Это было плавное движение, но забудь обо всем, просто делай. Когда немного освобождаешься от влияния головы, сделай это. А теперь смотри следующие два удара. Прямо в голову. И на хорошей скорости. Прямо в голову. Вот так. Вот это Джеймс Кобурн. Просто. Почувствуй разницу, когда мое тело движется вслед за ударом. Да, конечно, есть одаренные. Они по природе быстрые. Но тренировка на скорость – это вопрос памяти мускул. Если бы меня поставили с кем-нибудь перед табло, на котором мигнул красный свет, и оба ударили бы, наверное, я бы победил на пару сотов секунды. Но если говорить о скорости повторяемых движений, это мускульная память. У ненатренированных движений неуверенные, потому что они не тренировали мышцы, чтобы быстро реагировать на различные события. И это память мускулов. Боевое искусство – это боевая форма искусства, выражающего тело человека. А так как я не собирался становиться больше, я стал работать с легкими. Но больше меня волнует вопрос кровеносных сосудов. Они влияют на толщину тела. Это, конечно, хорошо, если вы хотите поднимать тяжелые предметы и иметь большие мускулы, но сердечно-сосудистая система гораздо важнее, чем большие мышцы. Если в Академии попытаться продержаться 3 минуты на Тайпэд, неважно, какие мышцы, если у вас плохая сердечно-сосудистая система, вы умрете через 45 секунд. И я никогда не стаюсь. Посмотрим. Я хочу посмотреть на начальную скорость и внезапность твоих атак. Простые атаки, боковой удар. Ты прыгаешь только ради того, чтобы прыгать. Не так. Хороший запасел, неплохо, следи за своим ударом в конце. Ты просто его бросаешь. Ты возвращаешь ее недостаточно быстро. Теперь начальная скорость большая. Если вернешь ногу быстро, удар будет супер. Ты снова ее не вернул. Двигайся, двигайся. Двигайся. Внезапность мне нравится. Теперь ты двигаешь ногой, но плечи немного... Прекрасно, прекрасно. Расслабь немного плечи. Верхняя и нижняя часть тела едины. Вот твое начальное движение серьезно улучшилось. Серьезно улучшилось. Немного ниже. Хорошо. Немного ниже. Хорошо. 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 Следи за левой ногой. Опорная. Опорная нога сдвинулась. Не вышла. Второй. Тоже. Смотри, она вытянута. Весь вес на пятке. Очень просто. Это боковой удар. Мне нравится, что ты все чувствуешь, хотя удар ногой был не очень. Ты видишь, как плавно все идет. Ты пытаешься контролировать положение ноги. Возможно, ты слишком отвлекаешься этим. Может быть, ты слишком контролируешься. Ты понимаешь? Смотри. Сделай не так, как в первый раз. Вот когда ты делаешь правильно, левая нога вытянута. И это очень просто. Мы уже приближаемся друг к другу. Пусть нога болтается. Почувствуй ее. А теперь быстро поставь на место. Смотри. Немного потерял равновесие. Но ничего. Теперь будем сбоку. Второй раз мне понравился больше первого. В нем было больше направленности. Хорошо. Еще разок. Слишком низко. Второй ничего. Видишь, ты возвращаешься на прямую линию. И опять. Следи за мной. Надо усложнить возврат ноги. Возвращение. 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 Чтобы она двигалась быстрее и сильнее. Смотри. Мне нравится естественность твоего удара. В конце ты почувствовал. Есть природные инстинкты, а есть владение собой. Это надо уметь гармонично сочетать. Если одного будет в избытке, получится дисбаланс. Джеймс Кобурн – это миролюбивый человек. Он очень милый. Понимаете? Он ценит философскую часть. Поэтому разбирается во всем лучше стила. Продолжение следует...